Всем привет! В мире непрерывно идут войны. В Сирии, Южном Судане, Ливии и так далее. Но так когда же эти войны наконец закончатся? И видимо этот вопрос кто-то крикнул в Англо-Занзибарской войне, что длилось не более получаса. Англо-Занзибарская война произошла 27 августа 1896 года между Великобританией и султанатом Занзибар. Продолжалась в течение 38 минут и вошла в историю как самая короткая война. Помимо этого попав в книгу рекордов Гиннесса. Война началась после того, как султан Хамад Тувайни, любивший Великобританию и ее политику, скончался 25 августа 1896 года. После чего его двоюродный брат Халид Баргаш при поддержке Германии захватил власть. Британия хотела видеть на троне другого двоюродного брата скончавшегося султана. И из Лондона пришла Вестка с просьбой освободить место Халида Баргаша и передать его Хамуде Мухаммеде. Братюня отказался уступать и быстро собрал армию из 2800 человек, чтобы охранять свой дворец. 26 августа Англия выдвинула ультиматум, истекавший через день, согласно которому занзибарцы должны были сложить оружие и спустить флаг, заранее выстроив свои военные корабли, окружив единственный султанский корабль. И то это была его яхта, но с боеприпасами. Запаниковав, 27 августа 8.00 посланник султана попросил об организации встречи с Безилом Кейвом, британский представитель в Занзибаре. Кейв ответил, что встреча может быть устроена только в том случае, если занзибарцы согласятся на выдвинутые условия. В ответ в 8.30 Халид Баргаш прислал со следующим посланником извещение, сообщавшее, что он не намерен уступать и не верит, что британцы позволят себе открыть огонь. Кейв ответил, мы не хотим открывать огонь, но если вы не выполните наших условий, мы сделаем это, что прозвучало довольно эпично. Примечательно, что ровно-ровно в 9.00 британские корабли открыли огонь по дворцу. Первый выстрел сразу же поразил занзибарское орудие, сбив его с опоры. Занзибарские войска на берегу, более 3000 человек с учетом также дворцовой прислуги и рабов, были сосредоточены в деревянных строениях. Ну и британские фугасные снаряды производили по ним ужасный разрушительный эффект. Через 5 минут занзибарцы смогли выстрелить по английскому крейсеру. Хоть удар был сравним с ударом мухи по слону, Британия мощным шквалом выстрелов потопила недокорабль Занзибара, и его матросы сразу же спустили флаг и начали тонуть. Но британцы люди цивилизованные и спасли моряков. Через некоторое время после начала бомбардировки дворцовый комплекс представлял собой пылающие руины и был оставлен как войсками, так и самим султаном. Однако занзибарский флаг продолжал разбиваться на дворцовом флагштоке, попросту потому, что его некому было снять. Британия подумала, что султан еще не сдался, поэтому еще несколько раз прошла с пушками по дворцу. И тут уже ну точно Англия поняла, что победила, и особой радости за победу не чуяла. Всего было потрачено 500 снарядов и 5000 патронов. Обстрел продолжался 38 минут, всего погибло около 570 человек с занзибарской стороны, с британской же был легко ранен один младший офицер. И в британской историографии эта война по причине ее краткости описывается в ироничном ключе. Однако с африканской точки зрения, эта колониальная война, в которой погибли более 500 человек с занзибарской стороны и всего один британский офицер был ранен, имеет трагическое значение. Также подписывайтесь на канал Веритас Винчит, он сделал мне превью для этого видео, так что я хотел бы, чтобы вы его отблагодарили своей подпиской. Например, как наверное все знают, в Сечи могли проживать только неженатые запорожцы, или те, кто покинул семью. Все сувора придерживались этого закона, и за его нарушение наступала криминальная ответственность. Вот так вот. Ну а я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы поставите лайк, и напишите за кого вы бы болели в войне. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok